Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Почему по древним канонам затяжки и грехи отлучали от причастия на многие годы? Ведь причастие как раз человек получает силу в борьбе с грехом. Ну, оно и так, но тогда как наше средство единения с Богом при общении святых христовых тайн становится для тебя недоступным, ты удобно приходишь в сердечное сокрушение и сознание необходимости перемены своей жизни. Когда были сформулированы эти правила о многолетнем отлучении от святого причащения за тяжкие грехи убийства, прелюбодеяния, блуда, святотатства, оккультизма, порядок отлучений измерялся не одним, не двумя годами, но шестью, семью, восьмью годами. Отлучение за эти тяжкие, как их в некоторой традиции называют, смертные грехи. Дело в том, что произошло формирование этого дисциплинарного кодекса в IV веке. Впоследствии были, конечно, некоторые добавки, но это ведь только-только молодость христианства вселенского. От язычества, от дремучих и человекоубийственных культов человечества в соответствии с решением императора переквашивается, перемалывается, преобразовывается в христианское общество, в христианскую империю, в Великую Вселенскую Церковь не просто по названию, а и по географии своей. Количество христиан умножается стремительно из тех единиц, которые прежде составляли общины, уже распределенные по всему миру в соответствии с плодами проповеди апостольской, но все-таки находящимися в непрестанных гонениях под мощным прессом и язычества, и иудейства. И вступление в такую общину для человека было равносильно расставанию с жизнью, вполне возможным, потому что гонения еще даже в начале IV века представляли из себя почти повсеместную участь христианских общин, как и предупреждал их Господь. И вот с 313 года при подписании Миланского эдикта императором Константином Великим происходит преображение человечества. Уже христианство входит в дворцы, соборы христианские становятся высшими точками всякого города. Не быть христианином постепенно становится признаком отчужденности и от власти, и от общенародной жизни. И вот среди этого торжества православия возникают или продолжают вырываться наружу языческие, еще не остывшие страсти, языческие, подобные лаве подземной, какие-то источники, которые, действуя в людях, становятся соблазном для окружающих, способны погубить многих через дурной пример. Многих ужасает пример из книги «Деяния апостольских», когда падают замертво супруги Анани и Сапфира, которые утаили, согласившись друг с другом из цены за проданную им землю, и положили к ногам апостолов только часть из вырученных денег, солгав Духу Святому, как это объявил апостол Петр, и лишившись собственного духа жизни на глазах у изумленной общины. Слишком велик вред лукавству, слишком страшна для этих новообразованных общин, а в IV веке это приобретает особое значение, открытое взаимодействие с духами тьмы, вступление в единство с клеветником или с духом, стремящимся через нечистоту или человекоубийство погубить человеческую душу. Поэтому во многих случаях большими и долгими сроками наказания сопровождала церковь покаяние впавших в тяжкие грехи ради того, чтобы было неповадно всем остальным. И эта общественная польза – это главная причина таких серьезных прещений, объявленных именно для того, чтобы их никому не применять, а не для того, чтобы всю церковь заключить под восьмилетние отлучения за какие-то большие и малые, вольные и невольные согрешения. Только узнает человек о том, что восемь лет ему быть без причастия, тотчас его к какой-нибудь своей благообразной прислуге нечистое расположение улетучивается, как ветер. Едва он прикинет свое положение, когда все, включая императора, входят в храм Божий для воскресного торжества евхаристического, а он стоит в притворе или на паперти с припадающими или с кающимися. И в течение нескольких лет своей согбенной фигурой демонстрирует свою подлинную раскаянность с надеждой вернуться через несколько лет к сообществу христианскому в единстве и в христическом. Такая картина способна даже самого ожесточенного человека, еще не освободившегося от языческих порывов, страстных расположений своей души, быть хорошей уздой, притормаживающей его на пути соблазна и грехопадения. Для самого человека это ведь не было окончательным приговором. И в самих же правилах Василия Великого, других дисциплинарных постановлениях святоотеческих сказано о том, что проявивший подлинное искреннее покаяние, принесший плоды покаяния, решительно исправивший свою жизнь, освобождается от несения всего срока эпитемии. И как раз такая практика была повсеместная, а не какое-то формальное ожидание этого срока, указанного, как мы уже сказали, для того, чтобы было неповадно того самого отлучения. Если уж и в уголовном кодексе, и в светской системе лишения свободы предполагается условно-досрочное освобождение для проходящего с искренним усердием и исправностью путь своего исправления, и этот срок вплоть до половины скашивается, то уж тем более в христианской общине и в духе христианской любви, искренне покаявшийся и приговоренный к столь тягостному наказанию, с радостью освобождается из-под него тогда, когда проявит подлинное раскаяние и его плоды. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.